Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем заниматься гимнастикой по методу Фельденкрайза. И, как всегда, у нас маленькие секретики. Мы крутим крысу времени назад в будущее, чтобы стать моложе себя сегодняшнего, относительно себя завтрашнего, для того, чтобы чувствовать себя бодрыми и радующимися жизнью. Сегодня мы будем заниматься улучшением подвижности в области солнечного сплетения. Это такой центр неврологический, который влияет на все обменные процессы в нашем организме. Это как второй мозг, такой чувствительный, чувственный, который регулирует функцию всех внутренних органов и кровообращение во всем теле. Пожалуйста, ложитесь на спинку, занимайте комфортное положение. Все наши нервные сплетения, они находятся, или гормонально активные центры, пока вы сканируете свое отражение в зеркале тела, я немножечко еще теории расскажу. Все наши нервные сплетения, или гормональные структуры, они находятся в области диафрагм. И существует дыхательная диафрагма, под которой располагается как раз вот это вот солнечное сплетение, кпереди от позвоночного столба, в поддиафрагмальной области. И там же располагаются железы гормональные надпочечники, которые регулируют состояние стресса. Степень стрессоустойчивости нашей зависит от работы этой области. В прошлый раз мы занимались и уравновешивали через движение диафрагму таза, а это железы половые, это крестцовое сплетение, поэтому тоже это была очень чувственная, такая сакральная зона, зона крестца. Есть диафрагма верхнего плечевого пояса, и здесь располагается центр, регулирующий тонус сосудов головы, сердца, то, что в области ожерелья. Есть диафрагма черепная, она называется палатка мужичка, и там располагается гипоталамогипофизарная система, то есть центральная железа, регулирующая все железы в нашем организме, и с ней тоже можно поработать, это мы будем делать в следующий раз. А сейчас поговорим о грудной диафрагме и солнечном сплетении. Все наши движения в теле, которые происходят с элементом скручивания, они идут относительно дыхательной диафрагмы, и следовательно, относительно солнечного сплетения. Маршевые движения рук и ног в ходьбе, любой поворот, который мы совершаем, это все время небольшая активизация этой зоны. Каждое наше дыхательное движение – это тоже активизация этой диафрагмальной зоны. Мы дышим, и опускается вниз на вдохе диафрагма, и это солнечное сплетение мягко массируется, помпажек происходит. Поэтому мы сегодня и будем в наших упражнениях использовать два движения. Одно скручивание относительно тазового и плечевого пояса, чтобы уравновесить грудную диафрагму и зону солнечного сплетения. И второе движение, которое мы будем использовать, чтобы повоздействовать на эту зону – это дыхание. И соединим это все вместе, для того, чтобы упражнение было как единая композиция на выравнивание равновесия в теле. Давайте почувствуем, как затылочек лежит на полу, насколько его положение симметрично. Или, может быть, головушка наклонена в сторону, и тогда вы чувствуете, что одно ухо ближе к плечу, чем другое. Или вы чувствуете поворот затылка в сторону, тогда вы ощущаете, что нос смотрит не строго в потолку, а, может быть, слегка повернут. Как это у вас? Почувствуйте, как располагаются плечи на полу, насколько их контакт симметричен. Может быть, одна лопатка чуть больше прижата к полу, и распластана, она кажется более тяжелой, а вторая, может быть, имеет точечный контакт. Какая лопатка ближе располагается к позвоночному столбу, какая дальше. На каком протяжении вы чувствуете контакт позвоночника с полом в грудном отделе? Насколько симметрично располагаются рёбра на полу? Может быть, одни чуть больше давят на пол, другие чуть меньше, или один контакт чуть нежнее, другой пожёстче. Послушайте своё дыхание. Где вы наиболее ярко чувствуете вдох? Это то, как поднимается грудина вверх, или то, как на высоте вдоха позвоночник или рёбра начинают давить на пол? Какое движение для вас более очевидно в грудном отделе? Почувствуете, насколько симметрично на полу располагаются ягодицы? Какая из них распластана на полу и более мягкая? Какая может быть более напряжённая? Её контакт с полом не такой плотный, как располагается на полу крестец? Это кость, которая располагается между двумя ягодицами. Насколько этот контакт жёсток? Или на... Может быть, это площадка контакта? Или это единичное соприкосновение? Насколько оно симметрично справа или слева? Почувствуйте, как располагаются на полу ваши ноги, бёдра, голени, стопы. Одинаково или симметрично? Пятка слева и справа соприкасается с полом. Одинаково вертикально или вверх смотрит по направлению к потолку пальчики стоп. Угу, хорошо. Теперь, пожалуйста, согните ножки в коленях, поставьте стопы на пол. Хорошо. Медленно, плавно перекатите крестец и таз по направлению к поясничке, так, чтобы поясничка прижималась. Когда мы приподнимали правую половинку таза и правое плечо, мы левыми рёбрами начинали давить в пол ярче. Да, как раз в той зоне, где располагается грудная диафрагма и солнечное сплетение. В этот момент, когда мы приподнимали правую таз и правую половинку плечевого пояса, наша правая половина туловища сокращалась, а левая растягивалась. И вот в этом состоянии растяжения и при сжатии мы ещё продышали с вами зону, мягко-мягко активизировав в большей степени левый купол диафрагмы. Левую почку, левый надпочечник. Хорошо. Теперь опять давайте согнём ножки в коленях, поставим стопы на пол. И за счёт того, что мы делаем малые движения с очень небольшой амплитудой, мы работаем на системе натяжения связок внутри тела. Можем добраться до структуры, расположенных кпереди от позвоночного столба. Теперь давайте подавим левой стопой в пол. Мягко-плавно снимем напряжение. Подавим левой стопой в пол. Мягко-плавно снимем напряжение. Приподнимем левую половинку таза. Оторвём её на пол. Мягко-плавно вернёмся в исходное положение. Хорошо. И тот момент, когда мы поднимаем левую половинку таза, чувствуем, как он скручивается вправо, и всё наше туловище скручивается вправо. Правые ребра начинают ярче давить в пол. Мягко-плавно возвращаемся в нейтральное положение. Достаточно повторить упражнение 2-3 раза, для того, чтобы для нервной системы проявить эту зону. Давайте переплетём пальцы рук необычным для себя образом. Есть привычные, раз и мы легко сцепили их в замок. А теперь, если правый большой палец был сверху, мы его снизу. Если указательный палец был правый сверху, мы его под левой. В обратном направлении переплетём руки. Положим их под голову. И в этом положении приподнимем левую половинку таза. Мягко-плавно вернёмся обратно. Меняя замок рук, мы меняем напряжение в плечевом поясе. И меняем траекторию, с которой начинает двигаться наш таз. У большинства из нас правши. И скрещивают руки так, чтобы большой палец сверху. Сейчас поменяли этот перекрест. Хорошо. Теперь давайте опять обнимем себя. Сначала положим на левое плечо правую руку, правую кисть. Поверх правой руки положим левую руку. Так, чтобы правый локоточек ложился в левую локтевую ямку. Ручки располагаются на плече. И сейчас за счёт усилия правой руки приподнимем левое плечо. Мягко-плавно вернёмся обратно. Хорошо. И в тот момент, когда вы приподнимаете правое плечо, слушайте последовательность движений, как начинает противоположная половинка грудной клетки давить на пол. Все наши скручивающие движения в тазовом и плечевом поясе происходят на уровне грудной диафрагмы и в том месте, где она крепится к позвоночному столбу. Поэтому за счёт усилия рук мы сейчас мягко-плавно скручиваем зону поясничного перехода. Расслабляй её. Хорошо. Теперь давайте оставим левое плечо высоко. И в этом положении приподнимем левую половинку таза. Мягко-плавно вернёмся обратно. Приподнимем левую половинку таза. Мягко-плавно вернёмся обратно. Хорошо. Теперь левая половинка находится таза высоко, а мы поднимаем и опускаем левое плечо. Хорошо. Теперь давайте поднимем высоко левое плечо. Левую половинку таза. Левую половинку таза. Чувствуете, что левый бок сокращён, да? А правый в этот момент растянут и больше прижат к полу. В этом положении закроем, запрём дыхание горлом и носом. И наполним попеременно объёмом нижнюю треть живота. Верхнюю половинку грудной клетки. Нижнюю треть живота. Верхнюю половину грудной клетки. В тот момент, когда хочется восстановить дыхание, восстанавливайте его, пожалуйста. Опять займите исходное положение, приподняв левое плечо, приподняв левую половинку таза. Заприте дыхание. Сделайте несколько насосных движений, наполняя попеременно объёмом ту нижнюю треть живота, ту грудную клетку. Хорошо. Мягко, плавно вытягивайте руки, ноги, расслабляйтесь. Вообще все скручивающие движения, они глобально уравновешивают мышцы сгибателя-разгибателя, мышцы бокового наклона. То есть это в принципе центрирует позвоночник, вытягивает его, балансирует мышечный тонус всех мышц. выравнивая осанку. Поэтому прогулки пешие со свободным движением рук, когда мы ничего не несем в руках, свободными машин, вот это мягкое скручивание в ходьбе тазового пояса по отношению к плечевому, это на самом деле хорошая центровка самих себя, когда мы вытягиваем. И человек в начале 5-километровой прогулки ниже себя ростом, нежели в конце её. За счёт того, что всё время происходят вот эти ритмичные движения, чук-чук-чук-чук-чук-чук. И мы вытягиваем сами себя. Давайте опять посмотрим своё вытражение в зеркале пола, насколько симметрично затылочек лежит на полу, что изменилось по сравнению с началом урока. И совсем не важно, стали ли вы ощущать себя симметричнее по сравнению с началом или асимметричнее. Любая разница замеченной нервной системы, она заставит её потом перестраиваться и уравновешиваться. Почувствуйте, насколько симметрично лежат на полу лопатки, ребра, насколько симметрично дышат правая и левая половинка грудной клетки, как располагаются на полу ягодицы, крестец, изменился ли его контакт по сравнению с началом урока, насколько, как симметрично на полу лежат ноги, бёдра, голени, пятки, куда смотрят пальчики стоп. Давайте проведём линию, проходящую вдоль туловища, делящую нас на две половинки. голова, шея, грудная клетка, таз, между двух ног. И где вы провели эту линию? По передней поверхности себя, по задней, соприкасающейся с полом, или внутри, как стержень. Опять послушайте своё дыхание, где вы ощущаете его наиболее ярко. По передней поверхности грудной клетки, в области грудины, по задней поверхности грудной клетки, в области рёбер, нижний третий, средний, верхний. Хорошо. И в тот момент, когда вы готовы, можно повернуться на бочок в собственном ритме и плавно сесть. Вы заметили, что мы сначала долго-долго-долго работали с правой половиной грудной клетки, а потом сделали симметричные движения, достаточно быстро, пару движений, и соединили их вместе. И в итоге при поднимании таза, при поднимании плеча попеременное с дыханием заняло буквально 5 минут. На самом деле, можно выполнять это упражнение короткой 5-минуточкой, а потом суммируя 10-минуточкой справа-слева, если было какое-то напряжение в течение дня, да, и спинка устала, вот это глобально, чтобы ее расслабить, глобально, чтобы какую-то стрессорную ситуацию, да, снять на уровне памяти тела, да, когда мы приостановили дыхание, зажали, и вся эта область диафрагмальная, наше солнечное сплетение, вот почечники находятся в состоянии напряжения, чтобы расслабить, раздышать ее, да, и вернуться в состояние такого телесного спокойствия, вот это вот замечательное упражнение, которое можно делать достаточно быстро, да, и я старалась, чтобы последовательность его выполнения была понятна. спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, в следующий раз субтитры создавал DimaTorzok.